Я приветствую всех моих обезумевших анимешников на своем канале, с вами Павел. И знаете, неважно парень вы или девушка, мальчик или девочка, трап и... В любом случае вас настигнет тот день, когда вы доберетесь до аниме-игр. Если же нет, то мои поздравления, вы нормальный человек. И сегодня на наш обеденный стол попала игра под названием Зурлейн. И сегодня я вам расскажу, что это и с чем это есть. Нет, ну в конце-то концов, мне готовить палочки для суши или как? И хотелось бы сказать, что я наиграл не два часа и уже буду высказывать свое мнение и давать советы. Я играл два месяца и в принципе неплохо развился за это время, так что думаю, хоть что-то я смогу вам рассказать. Естественно, это не будет какой-то скучный обзор или туториал, естественно, будут всякие смехуёчки и так далее. Собственно, давайте начнем с того, о чём вообще эта игра. Если честно, я не знаю, как её классифицировать, ибо до этого я не играл в игры такого жанра, но я думаю, что её можно отнести к гачи-игре. Итак, Зурлейн это игра про корабли, но не всё так просто, не забывайте. Игру придумали азиаты, поэтому все корабли в игре представляют собой аниме девочек. И так как я не помню, что было в обучении, я зашёл на один из новых серверов, а именно Амаги. И меня приятно удивил бонус для новых игроков, но об этом чуть позже. Так вот, при первом заходе у вас начинается обучение и первый босс-файт, в котором у вас с вероятностью 100% высоснёте бибу. После чего вам дают 4 стартовых корабля элитной редкости, и все они являются эсминцами. И лично я вам советую выбрать Лафи, поскольку она имеет самые сбалансированные показатели, то есть по всем статам она будет на втором месте. И не будет такого, что у неё охрененно высокий урон, но хп столько же, сколько у моей кошки. У меня нет кошки, у меня кот. Если, конечно, можно считать кастрацию за смену пола, то тогда да, у меня кошка. Знакомьтесь, Василиса. Бро моменто. После чего вам дают построить один корабль и показывают, как ставить корабли и составы. Но они показывают неправильную расстановку. Впрочем, об этом поговорим чуть позже. После чего вам показывают, как собирать награды, открывать контейнеры с оружием, ставить пушки на корабли и прочую херню, которую я не вижу смысла разбирать, так как всё это вы увидите в обучении. Ну а теперь время поговорить о действительно важных, высокоинтеллектуальных и поистине прекрасных вещах. Ой, я дико извиняюсь, перепутал дверь. Также, если вас заинтересовала эта игра и вы хотите знать о ней побольше, то после просмотра моего ролика зайдите к челику под ником Ультраст. Ссылка будет в описании. У него много гайдов по Азурлайну и они не такие поверхностные, как мой. Что ж, поговорим о расстановке кораблей. В Азурлайне есть два ряда кораблей, а именно фронтлайн и бэклайн. В бэклайне находятся линкоры и авианосцы, а также хиллеры. Вроде как хиллерами бывают только авианосцы, но точно не могу утверждать, ибо у меня собраны далеко не все корабли, а есть те, которые я вряд ли хоть когда-то получу, например, с Вента, Кизуны или Непки. Ну, один хрен мне не нравились эти корабли, так что... Вообще похуйё! Также в центре второго ряда кораблей находится место для флагмана. Желательно ставить туда линкор, а если он ещё и сбаражён, то вообще замечательно. Сейчас я не буду углубляться в подробности и объяснять, что такое бараж. Всё это вы найдёте у ранее упомянутого Ультраста. Я же записываю этот ролик чисто, чтобы поклоуничать. Во фронтлайне же находятся эсминцы, лёгкие крейсера и тяжёлые крейсера. Чтобы понять ху из ху, достаточно посмотреть на значок слева сверху над кораблём. Так вот, эсминцы ставятся в центре, лёгкие крейсера ставятся справа сверху, а тяжёлые слева снизу, на позицию танка. Также, когда вы доберётесь до локации 4-4 или где-то так, вам надо начать фармить 3-4, чтобы получить два очень редких авианосца, которые в комбе становятся одними из самых мощных авианосцев в игре. Также, как только у вас откроется вкладка «Exercises», А, эксертисия, я не знаю, как это точно читать, или же PvP, идите сразу туда, неважно будет ли вы выигрывать или наоборот проигрывать, вам главное просто играть там. Так как, если меня, конечно, не дизинформировали, то там корабли получают больше опыта. А теперь перейдём к геймплейным фичурс. На самом деле, в этой игре просто тонны различных механик, но я разберу только самое интересное. Вы можете жениться на кораблях, и первое кольцо вам достаётся бесплатно при достижении сотового уровня привязанности на одном из кораблей. Остальные же кольца вам придётся покупать за гема. Чтобы этот уровень увеличился как можно быстрее, нужно поставить нужный вам корабль в главное меню игры и играть как можно больше боёв этим кораблём. А чтобы получать гема, нужно проходить локации на 3 звезды. Для этого надо хотя бы один раз вынести босса, потопить столько кораблей, сколько указано сверху, справа и уничтожить абсолютно все корабли на локации за один раз. То бишь до момента, пока не останется один только босс. И да, толком я вам ничего не рассказал, потому что у меня кончилась фантазия на шутке, и ролик был бы очень длинным. Поэтому, если вы хотите вторую часть, в которой я расскажу все подробнее, то вы можете проголосовать справа сверху. А когда на ролике наберётся 70 лайков, я приступлю к монтажу. И да, я не забыл про тутор по мувикам, просто один человек мне всё никак не скинет геймплей. В общем-то, всем пакетов из пятёрочки, подписывайтесь на лайк, ставьте комментарий и лайкайте подписку. С вами был Бавел, и всем пока.